МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. В начале выпуска коротко об основных событиях. Насколько новые детские сады готовы к открытию 1 сентября? Студия на готовность 100%. Заканчиваем клининг и заканчиваем восстановку мебели. Состоялась очередная встреча руководства Видновской районной клинической больницы с местными жителями. Уже началась разгрузка по УЗИ. И мы сейчас привлекаем дополнительно для того, чтобы сократить время ожидания. Необычный автомобиль скорой помощи можно увидеть на дорогах Ленинского городского округа. В его бригаде немедицинские работники. Задач уйти много. Мы уже планируем, например, каждый день у нас бывает по 20 площадок. 1 сентября в муниципалитете распахнут свои двери 4 новых детских сада. Наша съемочная группа отправилась в один из них, на Березовую, 22, чтобы проверить готовность объекта. Финальные штрихи и последние приготовления. На карте Виднова теперь еще один детский сад, филиал седьмой школы. Адрес улицы Березовая, 22. Современное просторное здание площадью почти 5000 квадратных метров отвечает всем стандартам и готово принять 280 ребят. В 15 группах, среди которых есть и ясли, будут воспитываться дети от полутора до семи лет. Стоитерная готовность 100%. Заканчиваем клининг и заканчиваем восстановку мебели. По оснащению все есть. Начинают оборудование, заканчивая детскими игрушками. Все здесь на объекте. Поэтому, думаю, 1 сентября все уже будет на местах. Интересный дизайн, яркие цвета фасада – все сделано для того, чтобы мальчишки и девчонки с радостью приходили сюда. Внутри настоящий детский рай и есть где разгуляться. Комната для тематических занятий, несколько игровых классов, спортивный зал, музыкальный, где ребята порадуют своими талантами и творческими способностями. Весело и интересно будет и на улице. Есть площадки для спортивных занятий, отдельная площадка. Есть площадка для обучения правилам дорожного движения. Ну и, собственно, игровые площадки для каждой группы, своя площадка. Всего в Ленинском округе 1 сентября откроют свои двери четыре детских сада. До конца года – еще три. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Задать вопрос врачам жители Ленинского городского округа могут на ежемесячных встречах, которые проводит руководство Видновской районной клинической больницы. На очередном мероприятии побывал Дмитрий Книга. В историко-культурном центре состоялась традиционная встреча представителей сферы здравоохранения с жителями округа. Такие мероприятия проходят ежемесячно. На этот раз большое внимание уделили развитию сети медучреждений. Стоит отметить, что наш муниципалитет – один из лидеров Подмосковья по вводу новых медицинских объектов. Видновская районная клиническая больница будет расширяться в ближайшие годы как в плане амбулаторно-поликлинической сети. То есть у нас будут открываться новые офисы врачебной практике, новые поликлиники, которые уже строятся. Две крупные поликлиники строятся в деревне Сапронова и в микрорайоне приград Лесное. Кроме этого, в параллель сейчас строится несколько офисов врачебной практики и несколько поликлиник более меньшего масштаба. Население в рамках диалога может получить ответы на интересующие вопросы. На этот раз была затронута проблема с труднодоступностью ультразвукового исследования. Давняя проблема, мы каждый раз повторяем ее, многие не могут сделать УЗИ. Я записана с 6 июня, УЗИ считают. И многие вот женщины, которые сюда приходили, люди спрашивают про УЗИ-стов. Появились у нас новые специалисты? Знают, что оборудование есть? В настоящее время планируется прием на работу дополнительных специалистов. Им будут оказаны меры социальной поддержки. Мы взяли такого врача, уже началась разгрузка по УЗИ, и мы сейчас привлекаем дополнительно для того, чтобы сократить время ожидания. У нас идет блажение динамикам. Также жители подняли тему вакцинации. Наступает осень, а вместе с ней и пора сезонных заболеваний. Рост ОРВИ уже отмечен за последнюю неделю. Привычная кампания, как это обычно, происходит с начала сентября. Вакцинация против гриппа. И в этом году она, как никогда, актуальна. Мы с вами пережили новую коронавирусную инфекцию, несколько штаммов. Мы с вами пережили очень тяжелый штамм гриппа. Солидарен с Тимуром Асановым и руководитель филиала Центра гигиены и эпидемиологии Подмосковья в Ленинском городском округе Владимир Касьянов. Особенно он попросил обратить внимание на важность вакцинации от тяжелых болезней для подрастающего поколения. Мы должны доказывать людям о том, что вакцинация – это дело для детей в будущем. Все вопросы, заданные на встречу руководителей объектов здравоохранения муниципалитета, будут обсуждать на своих внутренних собраниях и доносить проблемы населения до руководства Минздрава Подмосковья. С 1 сентября начнут действовать штрафы за размещение рекламы в интернете без маркировки. Закон, который обязал рекламодателя делать это, вступил в силу еще год назад. Чтобы помочь представителям бизнес-сообщества разобраться в тонкостях настройки маркировки, проводятся обучающие семинары и конференции. Одна из них прошла в Видном. Опора России – общественное объединение, в котором участвуют более 450 тысяч руководителей предприятий со всей страны. Именно под ее эгидой в Видном прошла конференция, посвященная маркировке интернет-рекламы. По мнению организаторов, в новых правилах нет ничего сложного. Главное – во всем детально разобраться. Нужно знать свою узкую область. Если я, например, визажист или я, например, тракторы собираю, в какой области меня ожидают здесь штрафы. Все очень просто, но просто нужно в этом разобраться. Поэтому конференция максимально посвящена тому, чтобы разобрать для каждого предпринимателя данный вопрос. Закон, который обязывает маркировать всю интернет-рекламу, вступил в силу еще год назад. Предпринимателям дали время адаптироваться. Но 1 сентября за отсутствие маркировки им будут грозить немалые штрафы. Уберечь бизнесменов от ошибок – главная задача спикеров конференции. Размещая рекламу у кого-то, ответственность за маркировку все равно остается на вас. То есть вы все равно можете попасть на штрафы, называя это простым языком, просто потому что вы не проконтролировали или некорректно указали в договоре, кто несет ответственность. Ценность такой конференции в том, что в ней участвуют представители оператора Единого реестра интернет-рекламы и Федеральной антимонопольной службы. Именно эти организации будут следить за исполнением закона о маркировке. Каждое рекламное объявление должно содержать слово «реклама». Никакое-либо другое указание на правах рекламы, какая-нибудь булка, спонсорская информация либо еще что-то другое недопустимо. То есть только слово «реклама». Оксана Макарова – мастер перманентного макияжа с богатым опытом. Имеет собственную студию. Бизнесом предпочитает заниматься легально, а потому, решив открыть свое дело, зарегистрировалась в качестве самозанятого. И здесь она за тем, чтобы дальше работать строго в рамках закона. Данная конференция очень интересна в плане продвижения себя как мастера в соцсетях. Я себя рекламирую в них, и поэтому мне, конечно же, интересно, как себя представлять по закону и маркировать свою рекламу. Поэтому я здесь. Конференция закончилась круглым столом, где предприниматели могли задать персональные вопросы, касающиеся специфики рекламы именно их бизнеса. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Необычный автомобиль скорой помощи можно увидеть на дорогах Ленинского городского округа. В его бригаде не медицинские работники, а сотрудники МБУ благоустройства. Кому необходима их неотложная помощь в нашем следующем сюжете. Скорая помощь едет, но не переживайте, все здоровы. Хотя нет, качели на детской площадке у 49-го дома по улице Школьной приболели. Срочно требуется поменять оплетку. Сегодня у сотрудников бригады скорой помощи хлопотный день. Придется побывать на детских игровых площадках в разных точках Ленинского округа. Здесь на школьной работы немного. Старую оплетку срезать и установить новую. Заодно посмотреть, не требуется ли какого-то еще ремонта. Сергей Мельников внимательно обходит территорию, не просто осматривая, а проверяя руками каждую горку, лесенку, качели. Площадка отработана, автомобиль скорой помощи движется дальше. Расторгуева, улица Пионерская. Здесь более масштабные работы. Сломанная карусель была демонтирована, перевезена для устранения неполадок в мастерскую предприятия и вот вновь возвращена на место. Перепрессовали подшипники. У нас на базе поменяли болты. Все, что было аварийным, все это исправили и привезли обратно устанавливать. Рядом специалисты ремонтируют качели. Работа та же, что и на предыдущем адресе – замена оплетки. Процесс довольно интересный. Цепной подвес освобождается от старой оплетки. Новая сначала выглядит просто, как резиновая лента трубка надевается, а после с помощью газовой горелки закрепляется. Машину нам выделил ГУСТ. Приобрели нам для нашей организации, для нашей службы новый автомобиль «Газель», который предназначен для ремонта дипов. Это детские спортивные площадки. Скорая помощь – это быстро? Это быстро, да. Ну, бывает по-всякому. Задач уйти много. Мы уже планируем, например, каждый день у нас бывает по 20 площадок проехать, посмотреть то, что надо сделать, что заменить. Большинство у нас сейчас проблемы с каруселями. На некоторых площадках их нет. Потому что демонтировали, сейчас начинаем устанавливать. Подшипники закупаем и устанавливаем полностью карусели обратно. В муниципалитете порядка 200 детских и спортивных площадок. Работы у необычной бригады скорой помощи немало. Главная задача – все дворовые объекты для игр и спорта должны быть безопасными. Еще пару минут, и карусель будет на месте. Уверена, местным ребятишкам очень понравится. Сами бы покатались, да, Сереж? Да выросли уже. Татьяна Брулова, Сергей Ларин. Видное ТВ. И в конце выпуска познакомим вас с афишей выходного дня. Суббота будет насыщена разнообразными мероприятиями. Утром на стадионе «Металлург» состоится молодежное первенство Ленинского округа по футболу. Четвертый тур, начало игр в 9.00. Кубок и первенство Мотоциклетной Федерации России по мини-мотокроссу и первенство Ленинского городского округа по мотокроссу пройдут в субботу на трассе в деревне Горки. Открытие соревнований в 11.30. Приезжайте поболеть за участников заездов. Культурная программа празднования дня рождения села Молокова начнется в 11.00 с конкурса «Автоледи-2023» в Национальном конном парке «Русь». И в это же время в деревне Мисайлова пройдет парад колясок. В 15.00 в ДК «Буревестник» состоится день открытых дверей, а в 18.00 на стадионе села Молокова начнется торжественная часть праздника, а затем вечерний концерт. Также напоминаем, что в последнюю субботу августа по традиции в учреждениях культуры округа проходят дни открытых дверей. Расписание мероприятий можно найти на сайтах, а также в личном аккаунте в социальных сетях главы Ленинского городского округа Алексея Спаскова. Следите за афишей и проводите время с пользой. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.